Предприятиям Приками предлагают новую налоговую льготу. Это инвестиционный вычет по налогу на прибыль для предприятий, которые безвозмездно передают имущество региональным учреждениям среднего профессионального образования. Данное предложение озвучил губернатор Приками Дмитрий Махонин на ежегодном послании. Насколько эта мера будет стимулировать промышленников строить новое здание для СУЗов, обсудим с экспертом. На связи со студией сегодня Дмитрий Клещев, фотоэкономист. Дмитрий, здравствуйте, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Дмитрий, есть ли выгода в данной налоговой льготе для предприятий региона? Ну, безусловно. Мы понимаем прекрасно, что сейчас жесточайший дефицит кадров, и особенно это проявляется в промышленном секторе и промышленных предприятиях. И, естественно, подготовка этих кадров, она, ну, скажем так, довольно недешевая, потому что профессиональные учреждения должны иметь современную базу, а подчас необходимые оборудования и соответствующие средства, на которых можно учиться, могут стоить и десятки миллионов рублей. И бюджет далеко не всегда может позволить себе приобретать самое современное оборудование, на которое можно готовить высококлассных специалистов. Ровно для этого и создаются условия, чтобы предприятия сами и готовили кадры, но участвовали в этом, и получали от этого необходимую выгоду в виде льгот. Соответственно, это позволит предприятиям более уверенно финансировать свои обязательства и предлагать учреждениям самое современное оборудование. Дмитрий, а вот второй вопрос. Насколько эта мера вообще будет стимулировать промышленников строить новое здание для СОЗов, потому что у нас сегодня возводят инфраструктуру в регионе одни и те же предприятия. Я думаю, что эта мера, вот если она все-таки станет действительной, она направлена как раз на то, чтобы привлечь и новые предприятия для развития инфраструктуры города и края. Ну, смотрите, насчет строительства прям новых зданий, здесь я думаю, что вряд ли это можно будет делать из прибыли. Скорее всего, это должны быть другие механизмы государственно-частного партнерства, которые будут уже предполагать, что именно для них будет создаваться та база, которая и будет являться основой для строительства новых зданий. А здесь больше это говорится о передаче именно имущества, необходимого для организации образовательного процесса. Если посмотреть на прибыль предприятий края, вот сколько промышленников в состоянии попасть под эту инициативу в случае ее принятия? Ну, безусловно, мы говорим в первую очередь о крупных промышленных предприятиях, которые могут себе позволить на долгосрочной основе выстраивать взаимодействие по подготовке кадров и рассчитывать свои программы развития, ну, если не на десятилетия, то как минимум на вторые годы. Но при этом понятно, что в этом могут участвовать и достаточно небольшие компании. Дело в том, что у нас среди профессиональных учреждений есть самые разные, в том числе, которые готовят и кадры для малого бизнеса. И, естественно, для них это тоже может быть интересным, если они могут позволить использовать данные средства для подготовки своих кадров. Пока вы видите только положительные стороны у данной инициативы. Дело в том, что это, во-первых, неизбежность и это единственный способ, ну, один из немногих способов для того, чтобы обеспечить привлечение частного капитала в подготовку кадров. Дмитрий, спасибо большое за вашу экспертную оценку. Я напомню, что сегодня на связи со студией был Дмитрий Клещев, фотоэкономист.